каждый из стран членов делового совета выделить по два кандидата в целевую группу который будет заниматься наполнением практических содержанием меморандума и работой с новым банком развития вот ну меня вот включили в состав этой рабочей группы уже звучала определенная критика в адрес этого банка говорили что к сожалению подход к отбору проектов да и к самой организации диалога у этого банка мало чем отличается от подхода традиционных бреттон-вудских институтов таких как международный банк реконструкции развития вашингтоне предполагалось создать все-таки несколько иной характер характер взаимоотношений вот с одной стороны какой смысл был анонсировать создание банка с капитал 100 миллиардов долларов если по сути своей деятельности он будет мало чем отличаться от своих коллег и конкурентов из других подобных банков иногда выдвигаются проекты которые явно совершенно не коммерчески целесообразные проекты а в то же время в то же время вот это самый хоз расчет или окупаемость закладывается вот если мы хотим развивать такого рода проекты по которым вот окупаемость не просматривается или ожидается за пределом каких-то разумных сроков то нам необходимо добавлять элементов субсидируем что вполне возможно поскольку россия китай и другие страны брикс входят число крупных доноров по в области международного сотрудничества почему бы не использовать этот новый банк как канал оказания донорской донорской помощи странам с наиболее низким уровнем развитием и не не поддержать в данном случае тоже самый частный сектор главное в чем я вижу весь смысл работы этой группы это мы должны послужить определенным таким и интерфейсом связующим звеном между деловым советом и новым банком развития и не только им поскольку я считаю что деловому совету надо устанавливать отношения подобные отношения и скажем всем же самым азиатским банковым урок инвестиций где три стороны брикс располагают контрольным пакетом это снижение рисков и облегчит дальше привлечение частного капитала